Я не знаю, как вы, но я для себя вынес очень много нового. Те, кто хотят донести документальные фильмы для зрителя, заинтересован, как и я. Хотя мне иногда кажется, что это женское дело. Я как-то разговаривал с Майей, и мы решили, что женщины, наверное, просто более организованы, более четкие. Все-таки, не знаю, меня терзают сомнения по этому поводу, но хорошо, что женщины принимают активное участие. Презентации выполнены на замечательно профессиональном уровне. И PowerPoint, и трейлеры. Все, что здесь происходит, все, о чем говорят, все комментарии, мы тут записываем. Месяца через два Виктор опубликует это в онлайн-режиме. То есть можно будет открыть компьютер и все это посмотреть и послушать. Итак, обратимся к фестивалю «Флэртияна». Я очень хорошо помню, было сказано много лет назад, где-то в 20-х годах. Следующий наш докладчик сказал, если было бы возможно, чтобы человеку было настолько же легко посмотреть фильм, как прочитать книгу, это значит, что мы, как кинефотографисты, выиграем борьбу. И мне кажется, сейчас наступило как раз такое время, когда фильм посмотреть очень легко. Для этого есть все возможности. Поприветствуем следующего докладчика Павла Печенкина. На самом деле я меньше всего сейчас бы хотел говорить о «Флэртияне», потому что мы так далеко зашли, что «Флэртиян» окажется одним из необходимых, но важных продуктов той деятельности, которую мы ведем. То, что Ирина рассказывала про «Докер», это замечательно. Мы тоже сам по этому пути шли, шли, шли. Другое дело, что мы шли все-таки в провинции, и это существенная разница. Я расскажу сразу о том, куда мы дошли, а потом буду немножко возвращаться и пояснять, почему мы сделали то или иное решение. Итак, в 87-м году в Перми появилась одна из первых в Советском Союзе независимых киностудий документального, не документального, а просто киностудий. Мы пять человек собрались, купили технику, автомобили и начали работать. И в начале 90-х годов было снято что-то около 6-7 игровых фильмов на деньги, которые давали банки, частные лица и так далее. Было время наивного капитализма. Понятно, что деньги давали в основном для отмывания этих самых денег, но тем не менее продукты создавались, и через студию проходило достаточно много людей, много денег, и эта пена каким-то образом концентрировалась в каких-то определенных углах. Было бурное время, но когда пришла... Я тоже снял, как бы отметился на этом рынке, я снял фильм. Естественно, задача была одна – заработать денег, это было еще при советской власти, заработать денег и построить киностудию в Перемине, больше не меньше. Наивная такая, но красивая идея. Лучше, чем построить завод, я думаю. Она, по крайней мере, мне больше симпатична. Понятно, что случилось в 1991 году, и прокат моего фильма начался именно в начале 1992 года, совпал с инфляцией, и, в общем, хотя фильм собрал 4 миллиона зрителей, но эти 4 миллиона рублей тогда уже ничего не значили. И так этот этап закончился, и мы начали думать, а как же дальше. Слово кино, я понимал, что это совершенно бесперспективное, в той ситуации. Тем не менее, однажды на улице города Перми, родного города, я увидел Андрея Чугова, который только что вернулся победителем фестиваля Аберхаузен, и, имея там 10 тысяч марок, совершенно невероятные деньги по тому времени. И он как бы вел себя, как новый русский. С той разницей, что он приехал снимать в Перм новое кино. Это как бы идея меня вдохновила. Я 5 лет проработал потом в Силовской киностудии и снял несколько документальных фильмов. Работали по системе такого подряда. Мы предъявляли какую-то заявку ТПО «Надежда», как вы знаете, одно из самых интересных тогда событий в мире документальных кино по организации, производству и работам, которые там сделаны в начале 90-х годов, в конце 80-х. Я сделал там фильмы, которые фактически мне составили какую-то биографию режиссера. Я там участвовал в разных фестивалях, побеждал. Там, какими-то призами Лакарна, на Итфе, и так далее, и так далее. И постепенно я стал убеждаться. Вот это вот тут-то и произошло. Все. Я понимал, какие бы фестивали ни были, какие бы призы ты ни получал. Это ровно счетом ничего не значит на твоей собственной улице, в твоей собственной квартире. Немножко уважения твоей собственной жены. Это много, конечно, значит, но это маловато для социальных изменений, на которые мы претендовали тогда в то время. И мы начали такую деятельность по... Мы в 95-м году создали фестиваль «Флэртиано», который родился на кухнях, естественно, в разговорах, как самая же Ирина сказала. И это случилось в 95-м году. Вот с той поры мы до 2006-го года существовали как биеннале. Находили какие-то деньги, фонд Сороса нам помогал. В общем, брали где возможны деньги эти. И в 2006-м году пришел новый губернатор и сказал, давай-ка, парень, ты подумай хорошенько, как сделать нормальный фестиваль. Мы сказали, нет проблем, давайте денег мы сделаем. И 2006-го года наш фестиваль существует как ежегодный с международным конкурсом и международным жюри и так далее. При всем при этом нам удалось... Мы начали привлекать зрителя именно с достаточно раскрученными, достаточно много вкладывая в рекламу, и постепенно дело пошло. Каждый год у нас количество зрителей увеличилось. В нынешнем году, вот фестиваль закончился вчера, в нынешнем году у нас более 13 тысяч человек посетил во время фестиваля. Это за неделю. Значит, фестиваль сейчас у нас проводится вот в этом киноцентре. Сейчас я его покажу вам. Он, на самом деле, выглядит немножко... Немножко так, как внутри, как запорожец, внутри больше, чем снаружи. Это вот, на самом деле, одно из зданий. Внутри там еще есть здания. Внутри мы устанавливаем павильоны, которые на время фестиваля. И общее количество мест на время фестиваля там около 600. Плюс, естественно, другие площадки, которые мы используем. Это самое главное. Постепенно мы стали приходить к тому, что документальное кино очень нужно людям. Однажды, после сеанса, я выходя за... Это где-то было еще в начале, ну, может быть, 98-м году. Одна из преподавателей с университета, выходя, своим девочкам объясняла, студенткам. Ребята, вот видите, вот вы сейчас постряли кино. Так это же вот твоя диссертация, твоя диссертация, твоя курсовая, или твой дипломный проект. Возьми жизненную ассоциацию реальную и не давай. И это меня так вот нуло на мысль, что на самом деле нам нужно двигаться в университеты. Вот. И это была счастливая мысль. Потому что дальше мы начали двигаться в университеты, мы нашли очень адекватных, понимающих людей, что такое документальное кино, среди преподавателей и постепенно среди учеников. И сейчас эта идея уже исполнила 10 лет, и у нас нет проблем. Сейчас, значит, у нас во время фестиваля два факультета, философский, социологический и филологический, пишут эссе на тему документального кино, которые они смотрят на... Причем они так... Они смотрят один фильм, но их очень много. Значит, это какой-то один поток, второй, третий поток, третий, четвертый поток и так далее. Различные курсы, различные специальности. Они выбирают себе различные фильмы и смотрят их вместе, а потом пишут эссе. Это такая Оксфордская система, которая на самом деле не случайно возникла, потому что наш президент классического университета, они друзья с президентом Оксфордского университета. Мы Перм, Оксфорд, города пообратимы, словно говоря. И эту систему постоянного посещения Оксфорда и постоянного посещения преподавателей Оксфорда университета классического у нас, вот приводит к таким интересным событиям. Это что касается университетского проката. Я остановлюсь на 2006 году, когда этот год стал переломным. Кроме того, что там появился как раз международный фестиваль полного объема, в таком, как он должен быть, а не семинар раз в два года. В этом году я пришел, мне поступило предложение занять пост директора вот этого самого киноцентра «Премьера». «Премьер». «Премьер» представляет собой остатки прошлого областного киноцентра прокатного. Это при советской власти вы знаете, кто не знает, это интересно. В каждой области Грунова, Советского Союза была прокатная контора, типа вот этой, которая занималась логистическими проблемами на самом деле. Частично редакционными, предлагая этот фильм первым экраном, вторым, третьим и так далее. Но в основном это была логистика, такой большой логистический центр, который перебирал копии и отправлял. В Пермском крае было около трех с половиной тысяч киноустановки. Вот. Три с половиной тысячи. Нам долго еще не достичь такого уровня подхода к кино. Если бы в Пермском крае сейчас было три с половиной тысяч киноустановок, наверное, документальное кино, которое мы производим в Перми, которое очень много смотрят в Перми, в общем бы вышло на рубеж какой-то самокупаемости даже. Уж не говоря про документальное кино, которое типа «Кольца мира», такой большой проект, да. То есть это легко воспроизводилось бы и отдавало деньги, как это было при советской власти. Вы знаете, некоторые игровые картины получали 50-70 миллионов зрителей. Я не знаю, сколько получил, допустим, все-таки Авера или Обыкновенный фашизм, но я не думаю, что цифра меньше. Потому что эти фильмы идут до сих пор, и особенно Обыкновенный фашизм, мы показываем этот фильм, и до сих пор количество зрителей, которое смотрит его, оно повышается. Вот эта вот система советского проката, она, к сожалению, естественно, в этом же самом 1991 году вся и рухнула. Вы знаете эту историю грустную, и никто особенно об этом не озаботился. На волне свободы и отсутствия всяческих смыслов и задач, которые стоят перед конкретной экономикой, астрономить конкретный катастрофический период, вот, это произошло, грустная эта история. Сейчас мы, вот это вот один из осколков того самого великого советского проката. Понятно, что он нанес геологическую составляющую значительную, но тем не менее, если бы это было живо до сих пор, это бы можно было каким-то образом использовать уже, но одновременно произошла и технологическая революция же, понимаете, да, пленка исчезла, а на место этого формат DCP прошел, который стоит сейчас для какого-нибудь там усиленного сельского клуба, как авианосец вообще, то есть это бесполезно, там, 3 миллиона рублей для сельского клуба, неподъемная совершенно вещь. Вот. И, тем не менее, я вам говорю, как бы технические параметры, самое главное было не это. Самое главное, пожалуй, было то, что на фестивале вдруг мы встретились с аудиторией на вопрос, который задавал один вопрос. А где это фильмы можно посмотреть? Почему их нигде не показывают? И этот вопрос нас, меня как режиссера, естественно, там очень волновал. Почему же это хорошее кино снимают, там получали призы, а мои кино никто не видит? Ну, естественно, не только я об этом спрашивал, я думаю, что каждого там режиссера волновал этот вопрос. И мы так всерьез задумывались, поняли, что если мы вопрос этот не решим, в отдельном взятом первом крае, то никто за нас его решать не будет. И мы, вот, подвернулся нам как раз такой проект, как киносовет «Прям кино». Я стал генеральным директором, я понимал, что это за ресурс, я понимал, что из него можно попробовать сделать какую-то историю по прокату. При этом, что, естественно, в крае ничего уже не было. Мы решили сделать это на один из этой территорий, которая была в центре города. Слава Богу, не успели допилить его до конца, часть территории уже принадлежала частным лицам и так далее, но всё-таки главное осталось. И мы создали сейчас, сейчас это выглядит как шесть залов, два, в которых DCP и четыре DVD, публичный прокат так называемый, и в том числе есть плёнка, в двух залах есть киноплёнка. У нас остались около девяти тысяч копий различных наименований. Это в основном классика и советского кино, и мирового кино, которое приходило, как вы знаете, в советское время во все региональные центры. Во многих региональных сценах, к сожалению, в некоторых поджигали просто-напросто эти копии, в некоторых распорядали эти киноцентры, стоящие в центре города в основном. И то есть не оказалось людей, не оказалось тех режиссёров, продюсеров, прокатчиков, которые сказали, ребята, если мы это сделаем, если мы это продадим, кино у нас никогда не будет, никого это не волновало, всех волновали только деньги. И мы и команды такие романтичные, как и Ирина, в Москве, с фестивалем Докер, мы не позволили этого сделать, и мы заняли эту территорию. Что сказать про киноцентр, киноцентр-премьер, который сейчас существует? Можно вот к текущему репортару прямо обратиться. Там сейчас идёт пять документальных фильмов в шести залах. Понятно, что это не круглый день, там один-два сеанса, это не идёт не обязательно не пять, а, допустим, три или даже один, но это регулярный прокат документального кино. И самое главное не это, потому что это ничтожные деньги. Это там три, четыре, пять, пятнадцать тысяч рублей в месяц. Это не деньги для бюджетов, которые, допустим, как у «Колец мира», там полтора миллиона евро, это не деньги совсем. Но это возможность зрителю посмотреть, потому что вот это, в конечном итоге, мы на этом и сосредоточились. Мы поняли, что кино – это уникальный артефакт, который человек... Это диалоговая платформа, это диалоговая история, в которой зрители являются собеседником, происходящего на экране. И в зависимости от того, что это за человек, какие темы или какие проблемы его волнуют, мы решили, что будем подбирать для таких людей специальные фильмы. То есть, ну, не специальные фильмы, а фильмы, которые мы знаем все. Вот у нас сейчас на фестивале «Флортиана» накопилось около, по-моему, пяти тысяч наименований за всё существование «Флортиана» за 21 год. И эти фильмы на самых разных странах, на самые разные темы, с самыми разными людьми. Фактически можно к любой человеческой проблеме любого возраста подобрать своё кино, чтобы вызвать человека на диалог и обсудить с ним его проблемы. Потому что психологически это выглядит как? Человек, посмотрев фильм, он обсуждает проблемы героев с ведущим, который прекрасно это понимает, с модератором или с тьютором, как угодно назовите. Он, обсуждая проблемы героев, естественно, обсуждает свои проблемы. И это универсальная ситуация, которая в Перемьи сейчас стала, понятно, всем педагогам. Во всех школах, университетах там и так далее. Мы показываем это кино, у нас уже появился отдел медиаобразования, где есть специалисты по такого рода подготовленным проектам, по подготовленным темам. И школа очень эффективно и быстро реагирует, потому что ни один в нашей школе, которая не рассчитана на воспитание, как вы знаете, на обучение каким-то навыкам, каким-то знаниям. Вот эта проблема, когда, условно говоря, знаете наверняка, о чём я говорю, в седьмом Б-классе пришла девочка из соседней школы, значит, её начали там бить, унижать и так далее. Какой фильм в этом седьмом Б-классе надо посмотреть? Чучело, правильно? И на все эти проблемы в детской аудитории в том числе можно найти фильмы. У нас, допустим, там последние несколько лет очень популярный фильм о любви Тофика Шахвердьева, кто-то помнит, может. Снято одной камерой любительской, но именно вот эта вот история мальчика и девочки, девочка без рук, мальчик фактически без ног, история любви и о том, как они понимают любовь, и о том, что такое любовь, она потрясает просто любую аудиторию, в которой мы его показываем. И вот этот вот шок от этого фильма, он позволяет нам очень правильно расстраивать диалог в этой аудитории. И это фиксирует учителя. Мало того, после того, как вначале там, если родители говорили, «А что за кино? Почему вы в кино ходите в школе?» Им начали объяснять, что это не просто кино, это кино для того, что во время классного часа там и так далее. Вот такая тема мы обсуждаем. Некоторые родители, которые занимаются воспитанием все-таки своих детей, они начали говорить, ну, собственно говоря, у нас тоже проблема существует. А вы не покажете ли нам какое-нибудь кино? Мы говорим, конечно, приходите в пример, мы вам покажем какое-нибудь кино, поговорим с вами. А потом начали учителя об этом говорить. Учителей не меньше, и сами понимаете, проблемы. И там собралось такое всегда враждующее трио, как ученики, родители и учителя, которые начали попытаться разобраться, в чем же, а что же происходит у них в этом комьюнити, между учителями, учениками. И в одной школе мы дошли до совершенно как бы невероятной вещи, что мы получили небольшой грант, там, 200 тысяч рублей, и они, каждый из комьюнити сняла про... То есть учителя сняли про родителей, родители сняли про учителей, а ученики в это время участвовали там и там. Но, сами понимаете, создание фильма – это прежде всего сценарий, это контакты и так далее. И это получилось интересно. Понятно, что это бы не профессионально, но результат в школе был просто громоподобным. Они не ожидали от того, как у них все запущено. И вот эта вот технология, киношная технология просмотров и обсуждений, а лучше всего, конечно, съемок, но на это нужно делать, нужно тратить больше денег, и сейчас является главной в нашей основной работе. Как в подготовке вот этих специалистов, которые у нас готовят сейчас, лично у меня там второй выпуск идет, в институте культуры, так называемый руководитель любительской киностудии, который на самом деле главное образование получает на фестивале Флортиана, снимая фильмы документальные, в контакте вот с нами, с режиссерами, с детьми там и так далее. Часть из этих ребят становится профессиональными режиссерами документального кино, неплохого уровня. Вот в прошлом году одна из выпускниц получила четыре, три приза за лучший дебют на фестивалях различных наших российских. Нынче девочка одна со второго курса получила приз вот на нашем фестивале, на фестивальском конкурсе. Все зависит от таланта и склонности человека, но как минимум все, все они понимают, что главное в кино это даже не сам фильм, а диалог после фильма, а для этого нужно какой-то специальной подготовки, не специальное образование. Кроме инстинкта культуры, сейчас происходит изменение в Педовом университете, они построили там хороший зал, хорошую проекцию, и мы заходим туда. Кроме инстинкта культуры, вот классического университета и Педового университета сейчас к нам присоединяются. То есть это такая система подготовки кадров именно для самого просто отсутствующего вообще как в наших представлениях, вот в киношных представлениях, подготавливать людей, которые обсуждают кино, никогда вопрос не стоял. Мы сейчас этим занимаемся. Я думаю, что это самый главный успех и фестиваля Флортиана, и киностудии, потому что, ну, допустим, в год у нас уже примерно оцениваем около 80 тысяч человек смотрят документальное кино в Пермском крае. Нынче мы расширились на территории Пермского края, в одной из библиотек города Губаха. Они получили грант и построили в библиотеке зал нормальной проекции с нормальным звуком на 71 человек. Мы там уже нынче сделали вторую площадку Флортианы. То же самое будет еще в трех-четырех городах в ближайшее время. Соответственно, и эти люди, которые там работают в библиотеках, музеях, школах, мы организуем для них сейчас курсы, где они обучаются по различным методикам. И это обсуждение группы кино и производство кино. Понятно, на любительском уровне, но сам факт, вот это вот вхождение в этот счастливый мир документалистов, которые думают, естественно, не о деньгах, но иногда и об этом надо думать, он свершается именно через посвящение, через фестиваль Флортиана, через то, что мы сделали в Пермском крае. Я призываю всех задуматься об этом. А то, что говорил Майя, я, к сожалению, не подготовил такую хорошую презентацию. Вчера фестиваль закончился. Но я думаю, что то, что происходит в Швеции, в Мальме, это очень интересно. Мы так или иначе участвуем в этом тоже процессе. У нас, допустим, есть то же самое же клубы. Я сейчас вам коротко покажу, что у нас есть еще. Ну, допустим, расписание сегодняшнего дня там есть. Есть детский мультик. Это все, естественно, с паровами, все фильмы. «Кольца мира» – документальный фильм. «Сноуда» нашел в прошлом году документальный. «Море в огне». «Арктика великая». Ну, три документальных фильма сегодня в программе. Скоро у нас будет, мы занимаемся правами, ну, с правовладателями, будем просить у них сделать эхо-флортианы, которые повезем и по территории Пермского края, и в 10-12 городов Российской Федерации нашим партнерам, которые тоже интересуются то, что происходит на флортиане. Вот. Клубы, которые есть у нас, это вот, допустим, ну, вот у нас разные клубы. Это все количество клубов зависит от того, есть ли человек, который появляется. Меня интересует эта тема, я хочу показать такое кино и поговорить с людьми на эту тему. Безусловно, это в основном классика, или эти фильмы, которые там показываются во фрагментах, естественно, показано полностью, но это нет, но часто они делают так, они их хитрят, и говорят, у нас сегодня сбор по такому-то обсуждению такого-то фильма, у нас мы не имеем права показывать фрагменты, пожалуйста, посмотрите в интернете, вот ссылочка на него. Вот, и вот это вот, вот эти вот все, это все клубы, которые у нас реально существуют, в том числе, допустим, вот клуб «Онимашка» там, это просто дети приходят снимать кино. В нынешнем году мы провели первый эксперимент, мы сделали киносмены в детском лагере. 180 детей снимали кино, преподавателей было 30 человек. Ну, и восторгу детей не было предела, и потом самое главное, что родители написали такие слова, потому что это является, допустим, моим высшим комплиментом за последние, там, 5-10 лет, потому что мамаша вдруг обнаружила, что ее сын вообще как бы не только за компьютером сидит, вот, но и получая, там, тройки в школе, но он, оказывается, еще и снял два ролика, и сам снялся, и стал коммуникабельным, у него куча друзей появилась, она получила из лагеря за 21 день другого совершенно сына, о чем она искренне совершенно благодарит нас. Вот, некие такие социальные практики, я считаю, что главное все-таки в документальном кино, и надо, не знаю, далеко ли мы ушли, Ирина догонит ли нас, и когда она догонит, я думаю, что она все равно быстро догонит нас, потому что, конечно, Москва другой, другая история, Питер другой, в Питере и Москве здесь все есть абсолютно, да, другое дело, что все разрознено, у нас это все сконцентрировано в одном месте, в одном пространстве, это полгектара в центре земли, в центре города, и все знают это уже, и в этом смысле нам не надо тратить больших денег на рекламу, все знают, что в любое время он туда придет, что-то интересное он для себя выберет, все-таки шесть залов, у нас возможность, там, в год у нас идет, там, более 150 фильмов, и в том числе «Эхо флортианы», и в том числе они могут придти туда и посмотреть свое кино, просто поставить туда то, что они сами нас снимали, и в том числе есть фестивали любительского кино, и так далее, у нас огромное количество фестивалей всяких, ну, то есть это то место, которое вот если человек понимает и любит кино, это вот то место как раз, коммерческие кинотеатры, конечно, относительно посещаемости, относительно заполняемости, процента заполнения, конечно, далеко позади нас, у нас, кстати, еще и забыл сказать, что у нас пониже цена, в том числе и на продукт, который у нас является коммерческим, по фильму можно судить, детское кино, у нас, конечно, мультики, это все коммерческое кино, но все равно вот такая вот история, которую я хотел сказать про Пермь, давайте, может, вопросы какие-то. Да, самое главное, что это государственный центр, это один из тех центров, которые еще остались в России, есть такие центры, их в большинстве регионов они есть, другое дело, что там вот люди как бы не за тем работают, видно. По-моему, тут кто-то хотел задать вопрос. Дайте-ка я к нему подойду. Только, пожалуйста, не так долго, как обычно. По-моему, вы хотели задать вопрос. Только, пожалуйста, покороче, не так, как обычно. На самом деле, я хотел бы дополнить, а потом, возможно, задать вопрос вам. Я вот хотел бы просто немножко пояснить со своей стороны, это право нашим западным коллегам, вообще, то, что Россия, это по факту, я думаю, Павел меня поддержит, это центр и регионы. Это вообще, в принципе, две разные вещи. То есть у нас есть центр, в котором происходит основная история, и есть регионы. И на самом деле в регионах люди у нас достаточно сильные, по моему мнению, потому что в прошлом заводчане, у нас такое технологическое наследие у нашей страны. И люди сильные, и они на самом деле, как сказать, стремятся к большему. Я объясню просто. Я сам корнями из региона. Я уже как бы в Москву переехал в достаточно зрелом возрасте. И вот есть момент образования. Например, Павел поднял хороший момент образования. В регионе у тебя достаточно маленькие возможности получить какое-то большое, ну, давайте возьмем культурное, кинематографическое образование, но, в принципе, практически недоступно. И человек, который живет в регионе, он, как правило, не ориентируется на то, что происходит в центре. Соответственно, как бы человек, так как у него есть интернет, у него есть возможность получать образование самостоятельно, он смотрит какие-то большие мировые примеры. То есть он ищет и то, что самое лучшее, то, что есть, потому что он искренне верит в то, что это поможет ему в дальнейшем, допустим, даже переехать в регион и, соответственно, не в регион, а в центр страны и каким-то образом реализоваться. Но основа идет на лучших, основа образования идет на лучших, больших примерах. Я это знаю абсолютно точно, потому что я эту школу прошел. Я сам из города Смоленска изначально, там никакой инфраструктуры для того, чтобы получать какое-то образование, которое хотелось бы, ее нет. И все, что у тебя есть, у тебя есть интернет, опыт, возможность общения с какими-то людьми. И тем самым ты, соответственно, развиваешься. Дальше происходит следующая история. На самом деле, так как Россия очень большая, не так много людей стремятся переехать в центр. То есть, ну, не всем. Кому-то вполне достаточно жить в регионе и заниматься своим делом. Но вот это само дело развивается на основе того понимания индустрии, которая существует. И вот сейчас я думаю, что с искренним уважением я просто к Павелу говорю, что вы сказали то, что Оксовская система, что-то еще, что-то еще. То есть, я думаю, вы действительно в какой-то момент, когда искали и пытались поднять вот это свое дело, вы о деньгах сказали, что вы пытались найти какой-то выход. Выход из ситуации, которую нужно было сделать. То есть, как бы, нужно жить, нужно кормить. Тем более, вот, там большое количество людей вокруг вас. То есть, вы как такой вот директор завода, соответственно, приняли решение для того, чтобы, вероятно, завод не обанкротился. Нужно было что-то делать и искать какие-то системы, перенимать опыт западных коллег, каких-то еще коллег, да, соответственно, для того, чтобы... Брать деньги там, где они есть вообще. Что еще раз? Брать деньги там, где они есть. Они есть у государства и у населения. Вот, да, да. То есть, как бы, это история о том, что вы искали выход, как это сделать, правильно? Ведь, как бы, вы могли уйти, ну, мы все знаем, что такое регион. В регион 90-е годы можно было уйти во много вещей, где есть деньги. Это касается нашей конкретной истории. Но, тем не менее, как бы, соответственно, вы это сделали. И таких, как людей, как вы, на самом деле, очень много, я считаю. Да, вот. И говорить о том, что вот у нас спикер был Антон, который нам вчера рассказывал про то, что вообще все плохо в стране, все невозможно, после чего, не знаю, хотелось, наверное, не то, что кино не снимать, а просто не приходить на второй день. Да, понимаете, как бы, нет, Россия, она не такая. Она Россия вот такая, как Павел, понимаете. Вот рядом со мной парень сидит, мы познакомились на улице случайно. Вот он говорит, я из маленького города, я хочу построить там кинотеатр. Ну вот, человек хочет построить кинотеатр, он не хочет сидеть и плакать, ныть там, еще что-то рассказывать, как все плохо. Он ищет варианта для того, чтобы что-то сделать. Вот и все. Поэтому моя искренняя благодарность, я думаю, Павлу нужно проводить аплодисментами. Ну, рано еще. Я постараюсь еще лет 20 поработать. Ну, прежде чем я передам микрофон, может быть, я обращусь к вам со следующим вопросом. Скажите, пожалуйста, кинематографическое образование – это то, о чем вы говорите. Вы показываете фильмы студента, обсуждают их, все понятно, но фильм… Ну, кинематографическое образование, как его анализировать, как его читать правильно. Существует ли такая программа в российской высшей школе, в российских вузах, в школах, университетах? Знаете, вам известно что-нибудь об этом? Есть в Питере кит, ну и в Северной культуре тоже, где там есть отделение… Нет, в высшей школе нет. В некоторых специальных читают историю кино, но читают, кто попала, как попала – это несерьезное образование. А в младших школах, в старших… Нет, да? Павел, я хотела спросить, у вас билеты, получается, вы продаете только в киноцентре на показы, которые коммерческие фильмы, да? Нет, мы почему? Мы в том числе продаем и на киноклубы, потому что, ну, там билет стоит… Просто нужно, чтобы… Мы пытаемся выйти все равно на… Потому что нам государство дает на содержание вот этого здания в центре, да? Все остальное мы должны зарабатывать. Вот я пытаюсь выяснить, каким образом вы зарабатываете и… Мы продаем билеты. То есть это только продажа билетов. Продажа билетов. Гранты. Гранты. А, гранты, да? Да. А вот эти киноклубы, которые существуют, это в какой форме это все тоже происходит? Это как-то родители оплачивают… Это ведущий киноклуба мы заключаем с ним договор и платим ему за его работу. А родители, там, детей, которые приходят в эти киноклубы, оплачивают абонементы. А, нет, а билеты, да? Билеты, да. Покупают билеты. А у вас нет такой системы, что это абонементная история, то есть родитель оплачивает за ребенка абонемент? Мы используем разные системы. Это в зависимости от массовости того или иного, популярности того или иного. Вы понимаете, чем меньше, чем тоньше аудитория, да, тем она охотнее ходит. Потому что если как только мы начинаем год, всем любителям кино, все, это смерть. То есть это очень важно определять конкретного зрителя, конкретного человека. Там, 5-й класс, там, 8-я школа. У них проблема того, что там одна из девочек пришла в класс с крысой. А в вузах как происходит? Там бесплатно тоже это все показывается? Бесплатно, конечно. То есть это получается в основном только то, что вы успеваете продавать на показах в киноцентре. Да, конечно, ей не хватает, понимаете. Да, просто сейчас, не знаю, как у вас, но у нас в Москве очень популярны всякие киношколы детские, по типу как такие кружки, в которые родители оплачивают занятия для детей. Вот, может быть, вам тоже как бы перенять. А мы это пользуем же, вы просто не знаете. Мы это делаем. Мы делаем целый кинолагерь, допустим, да, летом. 180 детей занимались кино. В школах тоже это есть, но в школах есть, нет людей, которые вот... Мы готовим только таких людей. Родители еще не созрели для того, чтобы сказать, ребята, мы хотим платить за этого человека, который будет в вашей школе. Ну, понятно, да, да, да. И готовы к ситуации еще. Да, вот у нас в Москве другая ситуация. Родители, наоборот, готовы платить за все, что угодно. И у них дети ходят и в артистический кружок, и в анимацию, и в киношколу. Вот сейчас очень популярное направление именно киношкол. Деньги другие просто у родителей. Ну, то есть у вас нет планов создавать вот такого... Есть планы. А, вы хотите, да, все-таки коммерческие... Да, естественно, мы в этом... Это главное направление нашего движения. Ну, удачи тогда, спасибо. Спасибо. Я просто хотел сказать, что по поводу регионов. Я уже говорил, что работали долго в Казахстане и тоже пытались организовать всякие фестивали и кинопоказы. И, ну, мое личное наблюдение за весь этот период... Энтузиазм – это здорово, на самом деле. Это очень хорошая, движущая сила. Но, к сожалению, в наших странах, действительно, кризис – это одна уже из ступеней, да, то, что мы говорим, у людей действительно нет денег. Я когда спросил просто человека, почему вы не идете на кинопоказы, почему вы не идете на фильмы, которые, ну, там, 100 рублей буквально. Говорят, а зачем? А я на 100 рублей себе куплю там. Это главная проблема. Я куплю себе на 100 рублей денег. У людей нет в стране денег, и это правда. Нет, не денег, не денег. Если они даже есть, они их не будут тратить на... Кризис в голову. Да, кризис в голову. Они не будут, они не пойдут в кино. В голове людей, да, существует определенный кризис. Я 100 рублей лучше куплю пива себе, но я не пойду в кино. И большинство людей так рассуждают. К сожалению, это реальность, это правда. Люди не идут ни на показы, ни на фестивали, ни в кинотеатры. Петербург и Москву мы не будем брать, потому что это не есть Россия. Это определенные пространства, в которых люди рвутся, бегут. Хотя и здесь даже я не вижу ни студентов здесь, ни китовцев, никого. Я вижу независимых каких-то людей. Я даже не вижу, чтобы сюда пришли люди образовываться. И мне очень больно видеть даже эту конференцию здесь с таким количеством людей. Вы знаете, я все-таки возражу вам, потому что все зависит от того, насколько долго вы этим занимаетесь и по этому пути идете. Я считаю, что людей, которые готовы прийти на фестиваль флортиану, огромное количество, у меня просто не помещает зал этих людей, к сожалению. И тех людей, которые после этого будут приходить к нам, их тоже достаточно много. У нас 85 тысяч человек бывает в год в нашем небольшом киноцентре. К тому же мы еще работаем уже. То есть это не так. Люди готовы смотреть и готовы платить деньги. Им нужно показать, как это можно сделать. Нужно их научить. Конечно, системная работа. Прежде всего. Можно? Да, что он. Значит, во-первых, для тех, кто… Потому что я поняла, что здесь есть люди, которые хорошо знакомы с кинематографом, и есть люди, которые очень слегка знакомы с кинематографом. Поэтому сделаем такой небольшой акцент, что в кинофестивале флортиана, хоть вот этот формат, в котором я еще не была и не дошла, но это для кинематографистов фактически богоподобное явление. И это мечта мекка многих документалистов, буквально, без преувеличения. И поэтому, как бы сказать, и про присутствующих здесь, конечно же, здесь не то, чтобы любители или не любители. Здесь руководители проектов. Многие себя обозначили так, кто-то не обозначил, но так или иначе уже видно, что здесь так получилось, что это практическая конференция. Практическая конференция изначально – это формат, где люди практикующие разные-разные подходы. Вот теперь перехожу сразу к вам. Очень интересно. Больше того, когда… Это не так важно для общества, но когда сама пришла к документальному кино с большим познавательным интересом, первое, что было в моем выступлении, там четыре строчки в названии, но в том, что раскрытие ресурсного потенциала док-кино. Вы занимаетесь этим глобально и серьезно. Больше того, ваших специалистов я встречала на конференциях в Санкт-Петербурге, на разные темы, природное там кино или что-то такое еще. То есть медиапедагогика у вас и здесь слышна. Хотя вот для меня это было первый раз открытие, что медиапедагогика есть. Вот. Ну и вообще, конечно, вот и сама эта классификация киноклубов – просто потрясающая работа, хочется побольше узнать, я побольше поизучаю все, что в открытом доступе, ну и как-то постараюсь тоже потом, может быть, как-то тоже поработать, сообщаться. Спасибо. Да, спасибо вам огромное. Спасибо. Я бы еще хотел, let me say, я хотел бы еще сказать следующее. Вот местное правительство Пермского края дает на содержание вот этого офиса и на 15 человек, которые там работают, которые заняты реставрацией пленки, бюрократов, уборщицы и так далее, 13 миллионов рублей в год. При этом оно же дает 5 миллионов рублей на проведение фестиваля Флорсиана. К тому же есть несколько проектных линий, в которых мы регулярно участвуем, регулярно получаем дополнительные деньги. И мы уже не рассчитываем на федеральные деньги, только мы участвуем в грантах на получение кино, производство кино. Вот, пока мы это делаем, но мы еще примерно зарабатываем около 12 миллионов вот на этом, на продаже билетов и на получение денег с грантов. Отлично, отлично. Когда-то фестивали работали для немногих избранных, а теперь, как вы говорите, и то, о чем говорила Ирина, и многие другие фестивали идут круглый год, и, в общем-то, позволяют добиться, в частности, очень многих политических целей. Спасибо вам за вашу презентацию, спасибо за то, что вы делаете. Спасибо.